Перед началом оперативного совещания Геннадий Панин поздравил всех присутствующих с Днем Российского флага и отметил, что для всех, без исключения ореховозуевцев, государственный флаг Российской Федерации – главный символ нашей страны, который объединяет представителей разных политических, религиозных взглядов и национальностей. Подводя итоги проведенного заседания правительства Московской области, глава городского округа выделил тему борьбы с несанкционированной рекламой. Ореховозуев в этом направлении уверенно занимает лидерские позиции. Незаконных конструкций в городе нет, но, как подчеркнул Геннадий Панин, работу в этом направлении необходимо продолжать и мониторить ситуацию постоянно. С докладом на тему «Ореховозуево – город спорта» выступил председатель Комитета по культуре, спорту, делам молодежи и физической культуре. Как отметил Александр Сергеев, Ореховозуев входит в число городов-лидеров по здоровому образу жизни. На данный момент работают пять муниципальных учреждений спорта, в которых в общей сложности занимаются около 4 тысяч человек. Ежегодно в городе проводится более 120 массовых спортивных мероприятий, в числе которых 20 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большой популярностью пользуется заново отстроенный мини-стадион на улице Бирюково. С каждым годом появляется все больше новых спортивных площадок и площадок для занятий в рукаутом. Глава городского округа подчеркнул, что востребованность уличных плоскостных сооружений напрямую зависит от работы комитета. Задача сотрудников – привлекать к занятиям как можно больше молодых людей и таким образом популяризировать доступный спортивный досуг. В числе вопросов сферы ЖКХ главная готовность города к зимнему отопительному сезону. Так, из домов, которые обслуживает управляющая компания НКС, 66 к зиме готовы. И это хороший результат. Среди других вопросов оперативного совещания были рассмотрены установка детских игровых комплексов во дворах, восстановление покрытий после аварийных раскопок, подготовительные работы по организации праздничного освещения улиц.